Это магия химии. Здесь в колбах и ретортах получают жиры, белки и углеводы. Вот, пожалуйста, полноценный обед. Не вызывает аппетита? В дороге еще куда не шло, но изо дня в день нет. Что ж, химики согласны, форма это тоже важно. И абстрактные углеводы обретают вполне конкретный образ риса. Или макарон. А волокна белка, соединяясь надлежащим образом, принимают форму антрикота из вырезки. На гарнир картофель. Проводя эти интереснейшие эксперименты, ученые тщательно исследуют продукты натуральные, анализируют их вкус, запах. Натурализм плох в искусстве, а здесь он очень кстати, хотя трудности сулит порою немалое. Вот, скажем, аромат яблока. Его образуют масло розовое, анисовое, гераньевое, и еще, и еще несколько десятков различных веществ. И это только аромат простого яблока. Зернистую икру создавали из продуктов натуральных. Главное было в точном воспроизведении структуры икры. Человек выиграл состязание с природой. Искусственную икру от натуральной не отличишь. И вот целый обед из искусственных продуктов, полученных в Институте элементорганических соединений Академии наук СССР. Фантастика почти.